На церемонию оглашения послания были приглашены не только члены обеих палат парламента, но и члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, генпрокурор, председатель Центра избиркома, глава счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий, представители Общественной палаты России, а также губернаторы и председатели ЗАГС Собраний. Янецкий округ представили глава региона Игорь Кошин и председатель Собраний депутатов Анатолий Мяндин. Послание президенту нашему каналу они прокомментировали в телефонном интервью. Которое включает в себя и микрофинансирование, грантовую и консультационную поддержку, а также бизнес-инкубатор. Большой прорыв осуществлен в предоставлении госуслуг в наших самых отдаленных селах посредством многофункциональных центров. Но необходимо признать и проблемы. Президент Российской Федерации абсолютно верно попросил госучреждения не жадничать и отдавать выполнение социальных услуг некоммерческому сектору. Процесс действительно идет не так быстро, как нам того хотелось бы, но уверен, что с совместными усилиями мы в следующем году продавим сложившуюся систему. В социальной сфере нам нужны активные, компетентные люди со свежим взглядом. И в нашем округе они есть. Владимир Владимирович очень детально остановился на приоритетах внутренней и внешней политики. Что касалось нашего округа, в меньшей степени что-то напрямую. Например, госпрограмма поддержки санитарной авиации. Однако самыми главными словами для меня были слова о том, как важно в процессе любых преобразований советоваться с людьми. Действительно, важнее нет ничего. Именно поэтому я недавно отозвал разработанный коллегами социальный кодекс Нинско-автономного округа. Базовый документ о мерах социальной поддержки наших жителей. И он не будет принят без тщательного и извешенного обсуждения со всеми группами населения. Деньги бюджета не принадлежат чиновникам. Это глубокое заблуждение и иллюзия. Именно поэтому расставлять приоритеты должны все жители округа. Налогоплательщики должны, безусловно, вместе. Только тогда будут честные, чистые отношения. И самое важное будет результат. Президент отметил, что несмотря на успехи здравоохранения, проблемы здесь еще есть, особенно в первичном звене. Трудно попасть на прием. Врачи перегружены. И необходимо действительно поделить первичному звену здравоохранения особое внимание. Освободить врачей от рутинных справок. Заниматься подготовкой врачей. Сказал, что будет уделяться особое внимание развитию санитарной авиации. И с федерального бюджета будет выделено 3,3 миллиарда рублей. Это касается в том числе и, конечно, нашего округа. Где санитарная авиация занимает особое место из-за труднодоступности наших территорий. Кроме этого, было уделено внимание и развитию образования в стране. Поставлена задача строительства новых школ. Ликвидация вторых и третьих смен в школах. Чтобы дети учились в современных комфортных и безопасных условиях. У нас в округе за счет федеральных средств строится сегодня две школы. Это школа в селе Тильвицке и в микрорайоне авиаторов. Послания президента слушали и на местах. Свои мнения по озвученным приоритетам высказали депутаты окружного собрания. Президент очень доверительным, понятным языком. Еще раз убедил нас всех. Уделяя, может быть, больше внимания именно внутреннему состоянию страны о том, что очень важно уважать друг друга, слышать друг друга и показывать свою готовность для того, чтобы служить Родине. Безусловно, я удовлетворена, как педагог по сути, о том, что по-прежнему великие слова академика Лихачева о том, что не только важно дать образование, а воспитать человека. Вот основная задача, потому что, к сожалению, многие долгое время мы увлекались подготовкой к ЕГЭ, увлекались знанием и умением качества. Воспитание где-то уходило на второстепенный право. И поэтому серьезное развитие волонтерскому движению, патриотическим организациям и институтам гражданского общества, было упомянуто общественная палата и, конечно же, Народный фронт, общероссийское движение. Эти все формы работы с населением должны принести результат. Действительно, то, что он отметил особую роль нашей страны в укреплении обороноспособности нашего государства, это очень важно. Потому что позиции нашей страны на международном районе в предыдущие 90-е годы были ослаблены. Мы сейчас становимся уже на другой путь, действительно, но укреплении авторитета нашей страны. И это невозможно не поддерживать. Второе, что хотел бы отметить в экономическом плане, в развитии экономики и комплексном развитии нашей страны, то, что предусмотрено стратегическое планирование. Ну и не могу не остановиться на том, что президент отметил роль Великой Октябрьской социалистической революции, которая будет отмечена, столетний юбилей, который будет отмечен в будущем году. И это, он подчеркнул это в плане консолидации нашего общества, тоже как отдельный раздел. Из всего многообразия проблем, которые были высказаны, вот мне показалось ближе всего, что относится, имеет отношение к нашему региону, это, наверное, экологическая проблема. Потому что недаром следующий год будет год экологии, а мы знаем, что северная наша земля, она как раз в этом смысле наиболее ранима. Хорошо, что реализуя этот посыл, мы перед собой ставим задачи очистку береговой полосы, наших островов. Это особо касается, конечно, Амдермы. Поэтому вот все, что связано с этой проблематикой, посмотрите, у нас какие проблемы с нашими свалками, которые окружают наш город, наши, так сказать, очистные сооружения. Для того, чтобы мы могли строить новые дома, нам необходимо вводить новые мощности. Поэтому я считаю, что для нас эта задача очень и очень актуальна.